Борьба с наркотиками Но в епархии прошел круглый стол, где очень долго и принципиально говорили о том, как уберечь наших детей и подростков от этого зла. Причем были представлены разные слои общества. Все, кто участвуют так или иначе в борьбе с этим злом. 2 февраля прошло очень важное мероприятие для Тверской области. Инициаторами выступили Всемирный Русский Народный Собор и Общественный Совет управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области. Тема назрела, тема актуальная. Был приглашен круг специалистов и узкопрофильных, в том числе, которые борются непосредственно передовой каждый день с этой проблемой. Это были представители наркоконтроля, это представители отдела управления внутренних дел по работе с несовершеннолетними подростками, представители епархии, священники, которые занимаются реабилитацией осужденных и наркозависимых. Это и представители Общественного Совета управления Федеральной службы исполнения наказаний, депутат Государственной Думы присутствовал у нас Юлия Саранова. Владыка был почетным председателем данного круглого стола. А также были общественные деятельности. И очень важно, что также участие принял руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний лично. Да, кстати, он тоже в том числе привел цифры, где он сказал, что на сегодняшний день более 30% всех осужденных, которые избывают наказание, сидят по 228-й статье, так или иначе связанной с наркотиками. Да, цифра составила больше 32% от общего количества осужденных, отбывающих наказанием из-за ограничения свободы в рамках Тверской области. Мы понимаем, что цифры ужасающие на самом деле, потому что большое количество молодых людей попали под эту печальную статистику. Ну вот, почему собрали круглый стол и почему вынесли эту проблему на обсуждение? Во-первых, для того, чтобы обсудить ее со всех сторон. Потому что еще также на этом совещании присутствовал представитель комитета образования Тверской области, что очень важно. Мы прекрасно понимаем, что существует некий треугольник, в первой части которого стоит семья, потом школа, а потом общество, в которое уже школьник, получив определенный квалификационный ценз, попадает и уже несет в себе определенные знания и желания что-то добиваться и к чему-то стремиться. Мы прекрасно понимаем, что должны быть созданы очень, скажем так, гибкие социальные условия, в том числе для студентов, чтобы студенты могли трудоустроиться для того, чтобы официально зарабатывать себе деньги. То есть при этом понимая, что они находятся на очной стадии обучения. И если будут какие-то, скажем так, в центрах занятости существовать вакансии именно для студенческой среды, это позволит избежать вот таких вот, скажем так, соблазнов заработать легкие деньги посредством распространения наркотических препаратов и психотропных веществ. Причем, Александр, студентов может быть даже не сколько вузов, сколько тех же самых колледжей, да? Дети очень подвержены здесь, вот эти подростки мы видим. Колледжи мы рассматриваем в первую очередь, потому что вот если мы рассматривать будем советскую систему образования, а мы с вами в силу возрастного ценза зацепили Советский Союз. Вот, соответственно, были профессионально-технические учебные заведения, которые выпускали узких специалистов профильных, там, электриков, сантехников, каменщиков, плотников и так далее. А были среднеспециальные учебные заведения, тогда это называлось техникум, сейчас называются колледжи, которые выпускали уже техников-технологов. То есть уже это были инженерно-технические работники уже какого-то руководящего звена, а дальше уже высшее учебное заведение в виде институтов. Вот, здесь мы понимаем, что колледжи теперь совмещают в себе два этих направления. То есть, отучившись определенное количество, ты получаешь рабочую специальность, доучившись до конца, ты получаешь среднюю специальную квалификацию, в данном случае квалификационный ценз какого-то уже руководящего звена. И вот здесь понимание есть, да, что существуют стипендии, которые на сегодняшний день не соответствуют, к сожалению, прожиточному минимуму того же самого студента. Студент колледжа сколько сейчас улучшает? Сейчас стипендия студента колледжа, если она не является социальной, составляет 540 рублей. Ну, давайте так, цифры могут варьироваться, 520, 570, 540, общая базовая цифра. Ну, это не 50 тысяч, а даже не 15. Да, 540 рублей. Если социальная стипендия, то есть это нет одного из родителей, или вообще ребенок-сирота, она может достигать 810 рублей. При этом, если ребенок учится на тройке, а на четверке, на пятерке, то обычную стипендию он не получает, он получает только социальную, то есть 800 рублей или 600 рублей. Если он учится хорошо и плюс социальная стипендия, то сумма составляет примерно 1350 рублей. Но нужно понимать, что общежитие оплачивается отдельно, составляет от 480 до 500 рублей. Да, это стипендии, вычитаем плату за общежитие. Да, соответственно, вот мы тут обсуждали этот вопрос, доходит до смешного, что остаток на жизнь, это две поездки в общественном транспорте, 60 рублей. А жить как-то надо, хотя бы хлебушек кушать. Хотя бы просто, извиняюсь, покупать лапшу, быстро растворимую, как минимум, на это надо какие-то цифры. И вот статистику можно поднять и посмотреть, проанализировать, взять информацию с тех же источников информации. Зарплата в советское время, тогда еще, если мы разбираем, была, наверное, порядка, ну минимальная, порядка 140-160 рублей. Стипендия была 40. Да, тогда учились в ВОЗах, получали, еще могли что-то откладывать, могли ходить в театр, что-то себе покупать. Конечно. Если мы берем 30 тысяч, ну, к примеру, зарплату, да, но она должна как минимум составлять 10 тысяч рублей. Поэтому вот предложение было, и хотим с этим предложением идти дальше, и как-то попытаться внести эту статью расходов. Давайте сделаем для тех студентов, которые учатся хорошо, то есть на четверке и пятерке, давайте сделаем зарплату на уровне минимального размера оплаты. Потому что учеба, это тоже на благо нашего, это труд на благо нашей Родины. Конечно, они совершают работу, и вот тут важно тоже сказать, пускай для них самым легким возможностью заработка будет хорошая учеба. Хорошая учеба. А не то, что висит у нас в городе, в том числе на каждом заборе практически. Да, вот обращая на это внимание, специально мы заштриховали ссылку на канал. Мы не рекламируем это. Мы не рекламируем ни в коем случае, мы показываем на работу 10 тысяч рублей в день. В день. В день. Мы прекрасно понимаем, что в месяц даже эта сумма была бы хороша студенту, а в день так уж и подавно. Потому что, да, враг не дремлет, он слабо места выискивает, но эта работа, мы еще раз говорим о том, что эта работа в 10 тысяч рублей в день, она очень недолговечна. А потом мы этих людей встречаем в местах лишения свободы. Как вот сейчас и попадаются и несовершеннолетних. 11 несовершеннолетних в прошлом году содержались в колониях средственных изоляторов. Мы понимаем прекрасно, что вот по этим 11 несовершеннолетним есть определенные ненаработки всего общества. Всего, без исключения. И родителей, и школы, может быть, и еще. Почему? Да потому что отсутствие информации. Вот разбирали пример на нашем круглом столе, когда девочка 17-летняя, очень удивлена была, что ее задержали. И она сказала, ну мой молодой человек сказал, что мне за это ничего не будет. То есть ребенку достаточно было информацию от непроверенного источника для того, чтобы быть 100% уверенности в том, что это деяние не наказуемо. И никакой ответственности, особенно уголовной, за него не предусматривается, если не исполнилось определенного количества лет. Так вот, нужно еще раз говорить о том, что помимо повышения, соответственно, студенческих стипендий, нужно вести очень активную работу в школах и в семьях. В семьях посредством общения с родителями через те же самые классные часы, в школах посредством определенного лектория, минимального, ликбеза, если хотите. Да, ликвидация безграмотности именно в этом направлении. А сейчас нам необходимо? Так по-другому не скажешь. О том, что существует с 16 лет уже уголовная ответственность. А статьи-то какие? А сроки-то какие? До 20 лет лишения свободы. Как вы же сравнивали эти сроки с убийством? Да, то же самое, что и за убийство. И нужно четкое понимание, что за сбыт это строгий режим. Это понятно, что для женщин существует только один режим нашей страны. Ну, в нашей России нет строгого режима, это только общий. Но для всех остальных, и мы же понимаем, что стоит самое главное, что на кону. На кону жизнь. Жизнь детей, жизнь подрастающего поколения. Это не шутки. Ведь попав туда и даже пройдя ресоциализацию в процессе отбывания наказания, все равно это останется очень большим пятном. Пусть даже не внешним фактором, можно, как говорится, никогда этого не показывать, об этом не вспоминать. Но это очень большой шрам оставит на душе человек. Он будет прекрасно понимать, что он наступился. Это, слава богу, как говорится, если человек это поймет и сделает определенные выводы. Но очень многие, выйдя уже из мест лишения свободы и не найдя себя в обществе, они пытаются вернуться туда, где для них комфортная среда. Трехразовое питание в день и работа, к которой ты привык. Это банально, но это так. Александр, вы как представитель общественной организации ПриУФСИН Тверской области, что дальше? Вы выступаете с рядом инициатив. Какая инициатива будет дальше? Как дальше продолжить это объединение? Я считаю, что хорошая фраза, под лежачий камень вода не течет. Мы должны всем верным сейчас об этом говорить. Говорить постоянно, говорить без конца, общаться с муниципалитетами, общаться с представителями администрации, с представителями правительства, с общественными деятельностями, с депутатским корпусом обязательно, который принимает решения и на местном, и на гимнальном, и на федеральном уровне. Вот не зря на это совещание же мы пригласили в первую очередь Юлию Саранову, как депутата Государственной Думы, потому что есть ряд предложений, которые можно решить только посредством осуждений на пленарных слушаниях на федеральном уровне. Тогда это будет реализовываться и на местных, и на региональных уровнях. Это нужно сделать уже сейчас. Еще раз повторю, здесь нас ситуация опережает. Мы постоянно догоняем, а мы должны упреждать различные ситуации. Упреждать. И я бы хотела сказать еще раз, вот это вот у вас возьму, вот такие вот уважаемые владельцы зданий в городе. Пожалуйста, как дворники каждый день у нас убирают город и приводят тротуары в порядок. Пожалуйста, убирайте такие надписи. Нужно, чтобы как-то... Есть уже наказание, есть штрафы, которые вы несете за это ответственность, уважаемые друзья. Каждая такая надпись – это тоже убийство. Так вот, когда мы придем к тому, что не нужно ждать штрафов и наказаний, а просто есть ответственность за то, что появилась надпись, ее нужно сразу убрать, вот тогда будет понимание, что общество развивается в правильном контексте. Спасибо огромное за разговор. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня был Александр Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного русского народного собора, заместитель председателя общественного совета УФСИН России по Тверской области. Александр, спасибо. И я еще раз хочу сказать, уважаемые друзья, помните, что сбыт, распространение и потребление наркотиков – это все уголовная ответственность. Ирина, мне бы очень хотелось бы, так как мы являемся с вами членами общественного совета, очень важно, чтобы мы на последующих передачах понимали, что мы будем озвучивать цифры, к сожалению, статистические цифры, по мере их убывания. Вот тогда мы будем понимать, что работа идет. Что тогда мы взяли верх. Спасибо большое. Будьте здоровы.